Добрый день! Это ежедневный обзор главных новостей из мира блокчейна и криптовалют за прошедшие сутки. Подкомитет по рынкам капитала, ценным бумагам и инвестициям Конгресса США провел слушание по изучению криптовалюты рынка ICO. Слушания проходили в течение двух часов. В них принимали участие конгрессмены, как критикующие виртуальные цифровые валюты, так и те, кто выступает в их защиту. Выступающие поднимали вопросы, связанные с крипторегурированием в США. Обсуждались ближайшие планы и действия таких служб, как SEC или CFTC. Представитель демократического комитета в подкомитете из Нью-Йорка сообщил, что начал работу над проектом закона о контроле криптовалют. Он охватил деятельность криптобирж, которые предлагают услуги по обмену, торговые платформы и другие смежные услуги. Конгресс предпринимает законодательные действия, которые будут направлены на защиту инвесторов. Был также поднят вопрос о необходимости сбалансировать регулирование. В целом, основой заседания был настроен на жесткие меры, и уже в ответ на них звучали голоса в поддержку криптовалютной отрасли. Полный запрет всерьез не рассматривался ни для монет, ни для ICO-проектов. А профессионалы из британской финансовой сферы, а также инвесторы, довольно оптимистичны о ближайшем будущем криптовалют и рассматривают возможности увеличения своих позиций. Это результаты недавно проведенного опроса. 54% из них ожидают, что цена вырастет в течение года, меньше трети ожидают снижения. Анализ показывает, что 56% из тех, кто был опрошен, нацелены приобрести больше цифровых денег, а 31% планируют приобрести или продать некоторые из своих криптоактивов, и только 8% намерены избавиться от всех своих криптоактивов. Нужно принимать во внимание, что в опросе приняло участие 146 экспертов из финансовой сферы Великобритании. Опрос проходил в конце февраля, в самый разгар падения, который сейчас как раз возобновился, и 104 из них по-прежнему владели криптовалютой. Теперь к Китаю. В СМИ появилось заявление главы Народного банка о том, что Центральный банк работает над созданием цифровой валюты под названием «Цифровая валюта для электронных платежей DCP». Представители власти указывают, что основной целью разработки является создание простого, безопасного и привычного способа для совершения платежей. Глава ЦБ Китая отметил, что власти до сих пор не пришли к решению использовать блокчейн-технологии или использовать другие электронные технологии. Предложенная цифровая платежная система должна решить вопрос финансовой стабильности, снижения рисков и защиты потребителей. DCP позиционируется как валюта, не подверженная волатильности. Также в сеть просочилась информация, что между основателем компании Okcoin и китайским правительством состоялись переговоры, где биржа выразила готовность взаимодействовать с властями. А в Бразилии была раскрыта необычная схема хищения бюджетных денежных средств. Там сотрудниками полиции были пойманы представители власти, которые смогли отмыть порядка 22 миллионов долларов, предназначенных для финансирования тюремных заведений. Примечательно в этой истории то, что некоторые денежные операции были проведены с помощью биткоина. В результате криптовалюта помогла чиновникам совершить мошеннические действия с помощью предоставления заведомо неверной информации о затратах на питание в государственных тюрьмах Бразилии. В ходе расследования были задержаны несколько представителей власти, которые организовали аферу с участием криптовалюты, тогда как другие подозреваемые все еще находятся в розыске. А криптобиржа онлайн PAYSA добавила в поддержку DASH. Эти токены будут добавлены вторыми сразу после биткоина. В перечню услуг компании входит также ряд инструментов для введения бухгалтерского учета и управления денежными средствами. Штаб-квартира платформы находится в Лондоне, но в основном обслуживает Азию, Ближний Восток, Европу и Южную Америку. PAYSA была основана в 2012 году с целью предоставления альтернативного метода оплаты и хранения валюты для людей с ограниченными возможностями доступа к банковским счетам и традиционным финансовым учреждениям. А недавно в сети интернет появились слухи о том, что такой гигант в области онлайн-продаж как Amazon планирует вступить в партнерство с крупнейшим блокчейн-стартапом Ripple, и мы освещали этот вопрос. На данный момент существует такое мнение, что цифровой токен Ripple от компании Ripple Labs в основном предназначен для использования банками и крупными финансовыми компаниями. Партнерские отношения между Ripple и Amazon позволили бы сотням миллионов пользователей интернета задействовать криптовалюту XRP для совершения платежей, а также повысить спрос на цифровой токен. Однако в настоящий момент ситуация сложилась таким образом, что нет никакой официальной информации, которая подтверждает возможное партнерство между Ripple и Amazon. А на сегодня все. Каждый день мы собираем главные новости в одном месте, чтобы ты был в курсе. Подписывайся, айтюбер.